Сегодня у нас тема очень техническая, но она, кстати, очень часто всплывала у нас на предыдущих обсуждениях и был такой запрос, да, обсудить, кто вообще занимается разработкой стандартов для интернета, ну и для новых технологий. Потому что сегодня мы поговорим не только про работу ITF, инженерной группы интернета, но и затронем также аспекты, связанные с работой МСЭ, Международного Союза Электросвязи и стандартов для интернета вещей. Гостей у нас сегодня очень много, и это очень здорово, потому что сегодня у нас пришли люди, которые непосредственно заняты в каких-то проектах в этих организациях. И сегодня мы послушаем несколько таких небольших выступлений и презентаций по двум организациям, по ITF и про ITU. А потом откроем дискуссию, потому что, как показала практика, да, тех мероприятий, которые мы проводим, деятельность, связанная с разработкой стандартов, очень часто покрыта какими-то слухами, какими-то мифами. И вот постараемся сегодня их развенчать. Кто же у нас сегодня в гостях? В гостях у нас сегодня, прежде всего, Андрей Рабачевский, старший директор по технологическим программам интернет-сосайти. Он непосредственно был занят в ITF одно время и какое-то время даже возглавлял совет по архитектуре интернета, интернета Китача Боит. Собственно, Андрей вот как раз расскажет про деятельность ITF поподробнее для начала, чтобы задать контекст в дискуссии. Также с нами сегодня еще два, собственно, непосредственных участника рабочих групп в ITF. Это Артем Гавриченков и Дмитрий Белявский. Коллеги, добрый вечер. Так, вижу всех. Добрый вечер. Также с нами еще сегодня Дмитрий Бурков, председатель Президиума фонда содействия развития технологий и инфраструктуры интернета, который также долгое время был занят в этой теме. И Руслан Киричок, если я все правильно произнесла, это как раз-таки человек, который расскажет нам про Международный союз электросвязи. Руслан, заведующий кафедрой программной инженерии вычислительной техники СПГУТ Бонч-Бруевича и руководитель группы по разработке стандартов по интернету вещей в секторе стандартизации ITU. И также сертифицированный эксперт по международной стандартизации при Росстандарте. Вот такие у нас замечательные практики сегодня собрались. Здравствуйте. Ну, и прежде чем мы перейдем к непосредственно встрече, я, наверное, задам несколько правил для коммуникации, поскольку нас сегодня много, и я думаю, что будет желание высказаться не только гостям, но и тем, кто к нам подключился, послушать. Поэтому, чтобы я не запуталась в том, кому когда давать слово, я попрошу вас ставить в секторный знак в чат, вот так, чтобы я видела, кто хочет высказаться, добавить комментарии, задать вопросы и так далее. У гостей же микрофоны будут открыты, в общем-то, в любое время. Поэтому давайте начинать. И тогда слово Андрею Рыбачевскому. Послушаем сначала про ITF, что это такое, с чем его едят и зачем он вообще нужен, как все работает там. Спасибо. Илона, спасибо. И спасибо за приглашение. Добрый вечер. Я вижу тут много знакомых лиц на экране, и многие из них знают о ITF не меньше моего, так что для них я ничего нового, пожалуй, не расскажу, но думаю, что есть и участники, которые, может быть, менее знакомы с этой организацией. Для них будет это полезно. Ну, и, по крайней мере, как вы сказали, задать некий контекст. Я хочу только поправить вас, я никогда не руководил советом, архитектурным советом интернета, я был участником какое-то время. Да, поправлять меня нужно обязательно. Илона, я могу, да, свои слайды, я подготовил несколько слайдов, я тогда их сделаю. Слайды видите, да? Да, все видно. Ну, хорошо. Ну, вот, как вы уже сказали, ITF, собственно, интересное название, это Internet Engineering Task Force, можно перевести как ударная инженерная группа интернета. Истоки такого, как бы, не совсем обычного названия, они уходят более чем в 30-летнюю историю, эта организация, которая зародилась, собственно, как и интернет, зародилась в рамках проекта агентства DARPA, Минобороны США. Более того, на самом деле, интернет, он не является организацией в полном смысле этого слова. У него, как таковой, нет штаб-квартиры, нет значительного штата постоянных работников. Почти вся работа в ITF выполняется на добровольных началах, поэтому часто ITF называют форумом. В ITF также нет членства. Любой может принять участие в работе. Единственным требованием является доступ к электронной почте, поскольку основная работа проходит в списках рассылки. Тем не менее, эта организация или форум является центром разработки фундаментальных стандартов интернета. От, собственно, протокола интернета, IP, до приложения электронной почты, доступа к веб, маршрутизации и так далее и тому подобное. Результаты работы ITF публикуют в документах, которые называются RFC. Это, опять же, историческое название, request for comments, хотя никаких комментариев там нет. Это, собственно, спецификации. Однако стоит заметить, что не все RFC являются стандартами. На самом деле, в ITF есть несколько так называемых стримов, потоков этих документов. И единственный поток, который, собственно, может породить стандарт, является поток ITF. И даже в этом потоке разделяются документы на информационные, экспериментальные, исторические. И только одна категория, standards track, является, собственно, стандартом ITF, спецификацией стандарта ITF. Поэтому, когда вы смотрите на RFC, важно, так сказать, обратить внимание на категорию этого документа, чтобы не было никакой путаницы. Есть еще одна категория документов в ITF, которая еще больше путаницу вносит. Это так называемый интернет-драфт. Значит, интернет-драфт – это совсем не технический стандарт. Более того, он может не иметь никакого отношения к работе ITF, потому что каждый может, в принципе, послать этот драфт, свою идею, так сказать, в ITF. Но важность этого документа заключается в том, что он является начальной точкой разработки любого стандарта в ITF. Ну, я говорил, что как бы ITF является центральной организацией разработки стандартов интернета. Здесь далеко не исчерпывающие, я буквально, так сказать, как это, черепик, несколько стандартов. Некоторые из этих аббревиатур могут вам знакомы быть, некоторые нет. Но это просто, чтобы показать весь спектр работы этой организации. Как работает ITF? Работа ITF, принятие работы ITF, она формируется в рамках так называемых рабочих групп. И принятие решений в рабочей группе происходит на основе консенсуса. В соответствии с одним из основных принципов работы ITF. Так называемый грубый консенсус и работающий программный код. То есть, rough consensus and running code. Поскольку членства в ITF нет, как такового голосования организовать невозможно. Поэтому в ITF принята довольно интересная процедура определения консенсуса, которая применяется в научных заседаниях рабочих групп. В отличие от голосования, председатель просит членов рабочей группы продемонстрировать свое отношение к некоторому вопросу, который, собственно, обсуждается непродолжительным, так сказать, гудком. Это называется «ммм». То есть, можете слышать, кто был на заседаниях ITF. Это довольно странное ощущение, когда люди, значит, мычат. И по громкости коллективного вот этого вот звука определяется, собственно, в какую сторону – да или нет, за или против. Таким образом определяется консенсус. Я хочу сказать, что в любом случае, даже если в научных группах какие-то вопросы таким образом решаются, окончательный консенсус принимается на списках рассылки. Но я на этом еще остановлюсь чуть подробнее. ITF охватывает широкий спектр протоколов интернета. Основным фокусом являются протоколы IP транспортного приказного уровня. И, соответственно, рабочие группы ITF, они объединены в так называемые предметные области. То есть, область интернет, область транспорта, область приложений, вопросы маршрутизации, безопасности, эксплуатации и управления. Они выделены вот в такие предметные группы. Каждую группу возглавляет один или более председателей. И каждую область возглавляет директор области. Директоры области, собственно, они формируют так называемый steering group, управляющую группу, которая, можно сказать, как бы обозревает работу ITF в целом. И она играет очень важную роль в процессе стандартизации ITF. Ну, вы видите здесь еще некоторые на этом слайде организации. Не так давно ITF получил, как бы, собственно, я вот сказал, что нет, не организация, но, в принципе, легальный статус более четко оформился с образованием отдельной организации ITF LLC, которая является, собственно, подорганизацией ISOC по-прежнему, но она обладает гораздо большей независимостью. Вы видите здесь публикационный центр RFC Editor, собственно, отдельная структура, которая занимается редакцией, публикацией стандартов. Также является, как бы, исследовательская область IRTF, которая не является, строго говоря, ITF, это отдельная организация, которая также очень похожа, потому что тоже они выпускают RFC, тоже у них есть отдельный трек, как вы видели, спецификации. Но это не стандарты, это предварительная работа исследовательского характера, которые, впрочем, в дальнейшем могут перейти в ITF и пройти процесс стандартизации. Но если рассказать о процессе принятия решений, как я говорил, все это начинается с подачи так называемого интернет-драфта, и, собственно, важный шаг – это принятие этого интернет-драфта в какую-то из рабочих групп. Рабочая группа, собственно, решает, опять же, путем консенсуса, является ли эта идея, во-первых, в рамках чартера этой рабочей группы, и вообще, есть ли, как бы, энергия и интерес работать над этой проблемой. А если это получается, начинается работа, в основном, как я говорю, она происходит в списках рассылки, работа эта, трудно сказать, сколько продолжается, зависит от энергии участников, зависит от того, насколько сложная проблема и насколько разноречивы, как бы, мнения по поводу ее решения. Но важный аспект, что хотя интернет-драфт, он подается, как бы, авторам, после того, как он принимается рабочей группой, как бы, владение этим драфтом, оно становится коллективным. То есть, на самом деле, автор, он теряет некоторый контроль за этим документом и должен, как бы, учитывать мнение участников рабочей группы. После того, как документ, как бы, обретает необходимую форму, форму уже, как бы, стандарта, тогда объявляется, так называемый, последний звонок в рабочей группе. Он длится, скажем, две недели. И за это время, как бы, ну, все приглашаются высказать либо за, либо какие-то замечания по поводу этого драфта. Все участники рабочей группы. Если достигается консенсус, что документ в нормальной форме, он посылается в ASG, который, как бы, сами могут некоторые комментарии и замечания сделать. Но после того, как ASG, в общем, довольны результатом, объявляется последний звонок по всей организации. То есть, в принципе, любой человек, который подписан на ITF, он может высказать свое мнение. Обычно последний звонок длится четыре недели, и после этого это отправляется в публикационный центр RFC, и результатом этой работы является спецификация стандарта. Интересный аспект, на котором я хотел бы остановиться, это интеллектуальная собственность в ITF. Как бы, некоторые считают, что ITF, он вообще, как бы, там нету такого понятия, как интеллектуальная собственность. На самом деле это не так. На самом деле есть стандарты ITF, которые содержат патенты, и которые содержат некоторые клеймы интеллектуальной собственности. На процесс ITF, он рассчитан на то, что это все делается максимально прозрачно. То есть, сам процесс настаивает на том, что любой клейм интеллектуальной собственности, он, как бы, прозрачно оповещает все участники работы группы на как можно ранние стадии разработки. И в зависимости от лицензионных требований вот этого интеллектуальной собственности, рабочая группа может принять решение, не продолжая, допустим, работу над этим стандартом, или взять какое-то альтернативное решение, которое является более открытым. Ну, вот закончить свою презентацию хотел бы, как бы, общим взглядом на ITF. ITF проводит три очных встречи в год. Ну, естественно, в связи с пандемией эти встречи последние, они проходили удаленно. Участвуют где-то 40-50 стран, участники из 40-50 стран. Вот вы видите, как бы, последняя встреча, которая прошла в прошлом месяце. Вот примерно такой расклад, довольно стандартный участников работы. Более 100 рабочих групп, 7 предметных областей, 15 директоров и более 9 тысяч спецификаций, которые являются, часть из них стандарты, часть из них являются информационными и другими документами, которые опубликованы ITF. Ну, на этом я свою краткую презентацию закончу. Я думаю, там, если будут вопросы, мы продолжим в рамках дискуссии. Андрей, добрый вечер. Мне хотелось бы просто попросить обратить внимание на такую многим незаметную операционную деятельность ITF. Это связано с волонтерской деятельностью совместно с PTI по Аяно-техникал-параметрам, потому как это целый набор тоже. Она не очень хорошо юридически описана, скорее, это в рамках протоколов, но это целый штат, несколько дюжин людей, которые постоянно корректируют и вновь оценивают заявки на внесение, на использование тех или иных параметров, протоколов. Да, это очень важно. На самом деле, каждый стандарт и каждый драфт, он имеет специальную секцию Аяно-консидерейшнс, в которой как бы должно указываться, если должны быть зарегистрированы какие-то параметры протоколов. Но на самом деле, что такое параметры протоколов и почему нужна Аяно? Дело в том, что она нужна как регистратура уникальности. То есть, на самом деле, вы можете рассматривать АйПи-протоколы и АйПи-адреса, как, собственно, вот эти вот параметры. И, собственно, АйПи-регистратура, она была создана АйТиЭфом. И в дальнейшем она как бы уже, Аяно, делегировала это региональным регистратурам, интернет-регистратурам и так далее. Но изначально это идет из стандарта АйПи. Ну, и скрытая функция, на самом деле, интернет-регистратуры. Потому что в реальности стандарт определяет, например, часть АйПи-пространства для экспериментального использования. И в реальности владельцем этого является держателем, опять же, АйТиЭф. Совершенно верно. Так, хорошо. Тогда к более детальному... Можно я тоже добавлю. Андрей, спасибо большое за презентацию. Я бы еще упомянул так называемый независимый поток документов. Это документы, которые через рабочую группу, через соответствующую рабочую группу не проходят. Для них немножко особая процедура. Потому что они представляют собой, ну, например, адаптацию каких-то национальных стандартов, которые должны как-то или гармонизироваться с международными, или, опять-таки, получить пространство в этих самых упомянутых Дмитрием реестрах АйЭна. Но там процедура немножко другая. И для многих документов, происходящих из России, это основной поток, через который они проходят. Спасибо. Спасибо. Так, давайте тогда сейчас для сравнения послушаем про то, как все устроено в МСФ, а потом откроем тогда дискуссию, уже будем обсуждать детали. В своей презентации я хотел бы осветить работы двух, даже трех организаций. Очень кратко. Значит, здесь у нас, я смотрю, присутствуют коллеги, которые более детально этим занимаются. Никита Уткин, который руководит техническим комитетом 194, и про ИСО МЭК, скорее всего, это больше он мог бы рассказать и конкретизировать. Но постараюсь кратенько про каждую из организаций и особенности работы в той или иной организации осветить. Почему? Потому что мы разрабатывали стандарты, рекомендации и в ИТЮ, и в ИСО, и прошли весь путь от подачи заявки до финального принятия стандарта. Значит, три всемирные, три международные организации. Это Международный союз электросвязи, это организация ИСО и организация МЭК. Международный союз электросвязи 193 государства-члены, это межправительственная организация ООН в сфере телекоммуникаций. И более подробно я не остановлюсь дальше. Значит, организация ИСО, всем известная организация по международной стандартизации. И МЭК – это Международная электротехническая комиссия. В настоящее время также создан орган, совместный технический комитет GTC-1, который в рамках развития информационных технологий разрабатывает стандарты при совместном участии ИСО и МЭК. Значит, в рамках презентации я хотел бы остановиться на трех уровнях. Три уровня, имеется в виду три уровня разработки стандартов. Стандартов – это региональный уровень, точнее, это международный уровень, это региональный уровень и это национальный уровень. Значит, первое – региональный. В рамках региона разработка стандартов ведется у нас по линии ITU. Это взаимодействие между, как я сказал, это межправительственная организация ООН. Взаимодействие ведется между администрациями связи, полноценными членами, участниками. В настоящее время это 12 администраций связи, 5 администраций наблюдателей, значит, множество операторов, научно-исследовательских институтов и прочих организаций. В рамках ИСОМЭК совместное участие таких организаций, как Синолек, это европейские, институт по стандартизации цен и прочее. Значит, если рассматривать, какими документами регламентируется работа тех или иных организаций, Международный союз электросвязи в администрации связи является Минкомсвязь, точнее, уже не Минкомсвязь, а Минцифры, у меня что-то неисправлено, это Минцифры Российской Федерации. Вот, и работа проводится в межведомствах рабочих группах и других региональных группах, о которых я немножко дальше скажу. Нормативные ссылки приведены в федеральном законе о связи и ряде других документов. Деятельность ИСОМЭК проводится на национальном уровне на базе технического комитета, в частности, технический комитет 194, киберфизические системы, которого возглавляет, как я сказал, Никита Уткин. Вот, и его деятельность, опять же, регламентирована федеральным законом, о стандартизации, техническом регулировании и рядом других нормативных документов. Значит, общее сведение, да, если говорить про международную деятельность, значит, Международный союз электросвязи, межправительственная организация ООН, куда входит 193 государства-члена, вот, более 900 представителей частного сектора, включая крупнейших операторов, ЦИСКО, Джунипер и Huawei и других. Значит, уникальность, большое количество участников, разработка таких стандартов, как ОКС-7, на базе которой работают фактически все операторы и сети, вот, была проведена на базе Международного союза электросвязи. В настоящее время стандартизация по линии сетей связи пятого поколения и интернет-овещей также проводится активно при участии Международного союза электросвязи. Если рассматривать схему стандартизации по линии Международного союза электросвязи, и СОЭМЭК, то схематично она представлена на слайде. Как видно, у нас есть, значит, три уровня. Это международный, региональный и национальный уровень. Значит, первоначально на международном уровне у нас происходит взаимодействие на базе принятия норм в качестве международных стандартов в Международном союзе электросвязи. Так называемые стандарты, там, носит наименование рекомендации. И принятие стандартов в качестве ИСОЭМЭК также проходит на международном уровне. Инициативы обсуждаются непосредственно как на международном, так и на региональном уровне. Значит, у нас созданы региональные группы на базе стран СНГ, включая страны Закавказья. Об этом чуть-чуть позже остановлюсь. И итогом вот этой совместной работы является согласование единых позиций и принятие стандартов на национальном уровне, а также продвижение инициатив на международном. В качестве участия непосредственно по представлению и продвижению стандартов в Международном союзе электросвязи и ИСОЭМЭК. В рамках вот этих международных организаций преследуются следующие цели. То есть у нас, так как это организации больше государственного сектора, значит, продвижение концепции инновационного развития России, программа развития цифровой экономики, национальный рынок продвижения национальных норм регулирования, что активно видно сейчас по продвижению технологий для интернета вещей. Искусственного интеллекта, умных городов и так далее. И продвижение на международные рынки – это стандартов по регулированию и требования и норм по регулированию. Значит, в рамках Международного союза электросвязи также существуют рабочие органы в виде фокус-групп. Эти фокус-группы ориентированы на продвижение перспективных направлений и потом включение их в состав исследовательских комиссий. В настоящее время, как вы видите, здесь перечислены фокус-группы по искусственному интеллекту в области здравоохранения, по машинному обучению для будущих сетей, сети связи 2030 – это так называемый переход к New IP и новым протоколам передачи данных в рамках глобальной сети. Это обработка больших данных для умных городов, это приложения и технологии для распределенного реестра, цифровые валюты, включая валюты для взаиморасчетов между устройствами интернета и вещей, и автомобильная мультимедиа, традиционно, как один из элементов взаимодействия инфраструктуры. Сетевой инфраструктуры, потому что автомобиль фактически также у нас является, беспилотный автомобиль является элементом вот этого взаимообмена данными. Значит, деятельность в Международном союзе электросвязи ведется на базе исследовательских комиссий. В настоящее время все комиссии со 2 по 20 представлены на слайде. Каждая из комиссий занимается определенной тематикой, начиная от распределения ресурсов, нумерации, адресации, идентификации до каких-то более глобальных приложений, в частности, это интернет вещей, умные города и сообщества и так далее. Как вы видите, здесь есть вопросы качества обслуживания, качества восприятия, разработка протоколов сигнализации для сетей связи пятого и последующих поколений, организации услуг, будущие сети, большие данные, ну и так далее. Значит, конкретно про сектор стандартизации также хотел отметить, что в настоящее время в 193 страны мира, более 700 организаций крупнейших и более 150 академических и научных организаций. Ну, статистика по членам секторов представлена здесь. Значит, на слайде в 2020 году у нас членов сектора было 272. Вот, и здесь вот приведена статистика до 2019 года. Как видите, постепенно все больше и больше членов включается в работу Международного союза электросвязи. Значит, среди новых членов в виде крупной корпорации, включая и такие отрасли, как автомобильная, не только информационные технологии, но и ряд других, там, концернный электролюк, запустим, и прочее. Вот, среди ассоциированных членов вошли крупные операторы связи, разработчики чипов радиоэлектронной аппаратуры, для которых, в частности, Селин, Филлипс, Теледва и другие. Если брать академические организации, то очень много академических организаций арабского региона, Китая и европейских стран активно участвуют, и в настоящее время большая активность видна по направлению интернета вещей из Великобритании. Если говорить про отрасли и направления, которыми занимается Международный союз электросвязи, в 2020 году было принято более 300 новых международных рекомендаций, я их называю условно стандартами, но официальное название рекомендаций, подтвержденных в 2020 году. Это и искусственный интеллект, это и беспилотный автотранспорт с сетевой поддержкой, это и взаимодействие элементов сетей с участием космической группировки на базе OneWeb, SpaceX и прочих. Это интернет вещей, цифровые приложения, квантовые технологии, не только квантовая криптография, но и квантовые коммуникации, беспилотные, беспилотные летательные аппараты, и большие данные, блокчейн и сети связи пятого поколения. Значит, если говорить про региональное сотрудничество, в настоящее время для того, чтобы разрабатывать стандарты, которые интересуют не только отдельные компании, но и регион в целом, регион, я имею в виду Содружество независимых государств, создана региональная группа, в которых проходят регулярные заседания и предлагаются выдвинуть те или иные стандарты. Среди активных участников это Беларусь, вот, также вы видите Азербайджан, Таджикистан, Туркмения, вот, и от России ряд компаний, включая там, Востелеком, и МТП и другие. Так, группы-то дублируются, слайд. Значит, если говорить про активную деятельность Российской Федерации, то она ведется в рамках трех исследовательских комиссий. Это 11-я исследовательская комиссия, которую возглавляет председатель из Российской Федерации, это Кучерявый Андрей Евгеньевич. Вот, комиссия занимается разработкой протоколов сигнализации, организацией услуг в сетях 5G и, значит, борьбой с контрафактной продукцией и тестированием. 13-я комиссия занимается большими данными, облачными технологиями и сетями будущего. Под сетями будущего сейчас, в частности, рассматриваются сети 20-30, ну, и связанные с ним протоколы, там, протокол UIP, которые активно пытаются продвинуть китайские коллеги, и ряд других протоколов. 20-я комиссия традиционно занимается интернетом вещей, концепцией умных устойчивых городов и разработкой требований к ним. Если говорить про региональный уровень, значит, активно участвует Белоруссия, как я уже сказал, ну, и Российская Федерация непосредственно в лице Пауэр Ростелеком, который выступает часто организатором большинства, соорганизатором большинства мероприятий коллеги. Значит, ну, интересы операторов понятны, это реализация программ развития, продвижение собственных интересов, внедрение собственных новых услуг и их непосредственно принятия в виде стандартов. Непосредственно я и мои коллеги подключились к работе в 2015 году, когда встал вопрос, что конкретно разрабатывать и продвигать в рамках этих организаций. Мы исходили из того, что есть терминология, есть талонные архитектуры, фреймворки, сценарии, протоколы, требования, тестирования. И вот, собственно говоря, вот как раз этим мы занялись разработкой снизу вверх. И в настоящее время вышли на то, что, значит, в период с 2016 по 2021 год было подано 112 вкладов, разработано 15 международных рекомендаций МСЭТ, в стадии разработки находится 8 рекомендаций и разработан один международный стандарт и СОМЭК по промышленному интернету вещей. Значит, вот здесь перечислены рекомендации. Как вы видите, в рамках 11-й следовательской комиссии требований к сигнализации протокола и спецификации тестирования борьбы с контраграфной продуктами. Значит, это более технические документы, касающиеся протоколов, в частности, первое, протоколы сигнализации для гетерогенных шлюзов интернета вещей, значит, мониторинг работы оборудования на базе программных пробников. Это всевозможные, значит, сервисы для программно-конфигурированных сетей и протоколы управления. И, значит, также фреймворки, касающиеся тестирования интернета вещей, тестирования систем идентификации, процедуры тестирования приложений дополненной реальности, значит, протоколы сигнализации для сетей МТ-2020, это терминология 5G в контексте деятельности Международного союза электросвязи, и модельные сети для тактильного интернета вещей, которая является следующей концепцией после интернета вещей, которая будет стартовать в 2025 году. Значит, во второй половине 2021 года будет принято еще несколько рекомендаций. Вот. В рамках 20-й исследовательской комиссии также ведется активная деятельность, направленная на разработку стандартов рекомендаций по интернету вещей и связанным с ним технологиям. Это умные города, идентификация, значит, и так далее. Как вы видите, значит, в прошлом году была принята одна из наиболее важных рекомендаций, по борьбе с контрафактом на базе архитектуры цифровых объектов, которая разрабатывалась в порядка трех лет ввиду сложности некоторых политических моментов. Вот. Также был разработан и находится на финальной стадии стандарт и СОМЭК, имеет номер рисо МЭК 30162, интернет вещей, требования модели и совместимости для устройств в промышленном интернете вещей. Разработка велась при поддержке ПАО «Ростелеком», лаборатории Касперского, университета Бонч-Бруевича, непосредственно в техническом комитете 194. Вот. в рамках этого стандарта описывается, как подключать промышленное оборудование к облачным платформам. Описывается непосредственно протокольная часть, совместимость различных протоколов МОДБАС, UPC, UA, КАН-шина, как конвертировать данные, приводить их к единому формату, сделан чек-лист по проверке и приведены примеры проверки совместимости на соответственные требования. Вот. В частности, рассматриваются функциональные требования и нефункциональные требования. Они привязаны к семиуровневой модели PISO-IC. Это физический, канальный, сетевой, транспортный и так далее, ну, включая семантику взаимодействия промышленного интернета и вещей. Значит, и нефункциональные требования, это версии сущностей, это обеспечение безопасности, качество обслуживания и ряд других. Вот здесь приведены некоторые схемки, выжимки стандарта, где описано, как подключать разные конфигурации, как станки конкретно подключать к облачной платформе и приводятся модели взаимодействия с учетом обратной связи, положенные элементы предиктивной аналитики на базе собранных данных, ну и так далее. Вот. Ну, я думаю, что я уложился 15 минут, здесь приведены контакты, на базе, деятельность ведется на базе университета телекоммуникации Бонч-Бруевича при поддержке ПАО Ростелеку. Вот. Если будут вопросы, я готов на них ответить. и принять участие в дискуссии. Спасибо. Руслан, большое спасибо. Коллеги, спасибо за презентацию. На самом деле, очень хорошая иллюстрация, как работает большая межпроительственная организация, как работает сообщество инженеров, без какой-то четкой иерархичной структуры. И мы сейчас вот это и будем с вами обсуждать. И первый вопрос у меня будет, скорее всего, к Андрею и, наверное, остальным участникам ITF. Вот очень часто все говорят, что ITF это открытая организация, в общем, для всех желающих можно подключиться в рабочую группу, начать работать, предлагать какие-то идеи. Так вот, она действительно открытая или это все-таки такой закрытый клуб для технорей-инженеров? Очень часто вот именно этот вопрос всплывает, что как бы туда ну так просто как бы не войти, даже если у тебя там есть какая-то квалификация инженерно-техническая. Вот что можно сказать по этому поводу? Ну, я, пожалуй, начну. А мои коллеги, которые, собственно, участвуют в ITF, я-то больше рассказываю об ITF, а я вот вижу здесь людей, которые пишут RFC, так что их можно послушать. Но я хочу сказать, что как в любом сообществе, даже если дверь открыта, как бы не всегда просто в IT. во-первых, надо понимать как бы правила писанные и не писанные, как, как, собственно, участвовать. Во-вторых, надо делать в том, что в ITF очень сильная культура, что называется по-английски меритокраси, то есть когда оценивается вклад не по там чину или из какой страны этот вклад приходит, а, собственно, по контенту, насколько действительно с технической точки зрения это важно. Поэтому на самом деле это, если как бы есть достаточный уровень экспертизы, для того, чтобы участвовать в ITF, этот уровень должен быть высоким. Это является, безусловно, неким барьером. Более того, участие в ITF, оно требует достаточно серьезных ресурсов. Потому что, если, условно, те, кто приходит на ITF-встречи, которые, как я сказал, очно проводятся три раза в году, и надеются посетить заседание рабочей группы, чтобы понять, над чем рабочая группа работает, и, собственно, что происходит в этой области, они будут разочарованы. Потому что, чтобы понять те многие из презентаций, которые там происходят, надо прочитать всю документацию, о которой идет речь, и хорошо ее понимать. Поэтому формально, с точки зрения чисто технической участия, подписаться на список рассылки, разумеется, это очень просто. И никакого фейс-контроля не происходит. Но другое дело, будет ли твое мнение услышано, и для этого надо, безусловно, во-первых, какую-то репутацию в ITF создать. Но это тоже невозможно без реального вклада. То есть это более социальная вещь, чем какая-то формальная. Но в любом сообществе, как я сказал, существуют некоторые барьеры входа. Артем, микрофон. Да, как раз пытался включить. Тут, наверное, стоит задаться вопросом, вопрос был поставлен, что нужно быть инженером, чтобы участвовать в ITF. Вообще, тут имеет, наверное, смысл поставить вопрос, зачем кому-то, кроме инженеров, участвовать в фактически написании протоколов, написании гайдлайнов по их использованию и так далее. То есть я полагаю, что в том случае, когда нужны действительно какие-то смежные компетенции, такие люди привлекаются, но мне вот сложно сейчас придумать какой-нибудь пример, когда действительно требовалось участие кого-то, кроме инженерного департамента в разработке достаточно, сугубо по сути инженерных вещей. Поэтому с этой... Тема, Human Rights. Да, я бы хотела как раз про это сказать. Я поясните, пожалуйста. Ну, насколько я помню, там... По Human Rights идет совершенно... То есть ты просто не обращаешь внимания на эту рабочую группу, но цирка там хватает. Я не знаю... Ну, то есть, скажем так, технических... Смотрите, рабочая группа это по большому счету группа людей, которые внезапно решили что-то сделать совместно. по большому счету нужно предоставить достаточные аргументы для Aeroid Director о том, что тут рабочая группа нужна, потому что там есть некоторые регламенты, которым это все должно соответствовать, но по большому счету можно дальше этим заниматься. Это не носит никакого такого формального какого-то статуса, там, наличие рабочей группы не означает какого-то реально ведущегося активного процесса. Вот, это раз. Вот, второе, тут нужно различать, потому что есть ITF, который Engineering Task Force, есть еще IRT, который Интернет Ретерс Task Force, и если в рамках ITF еще документы, которые находятся на выходе из ITF, они имеют еще, ну, какое-то подобие стандартизованности, да, вот, целью существования IRTF, в принципе, является создание, ну, таких кружков по интересам. Не то, чтобы, что бы то ни было оттуда имеет какой-то практический, когда она получает некий практический смысл, формируется группа уже в ITF. Это два разных процесса. Ну, Александр там как раз и упомянул это различие. Я так скажу, что за все мое время, четыре года, которые я теми или иными вещами занимаюсь, я что-то вот в этом стиле, там, Human Rights Consideration, видел по поводу одного протокола из, там, десятков выпущенных за это время, и я бы не сказал, что рабочая группа, которая читала этот документ, она отнеслась к этому серьезно, но ее там еще не критиковали, потому что сказали, что, типа, ничего не противоречит. Ну, как бы, окей. Ну, зачем? Мастер, мастер, слейв, хорошо тема работает. Тем, я хочу, на самом деле, я хочу, на самом деле, возразить, потому что, вот, мы с тобой чаще все пересекаемся в глубоко технических группах, где, действительно, нечего делать, кроме инженеров, но есть группы, которые разрабатывают стандарты, которые ближе к бизнесу, ну, та же самая регистрация доменов, и там, да, там люди без инженерного бэкграунда, но с менеджерскими компетенциями, с менеджерским пониманием предметной области вполне востребованы. Это не единственный такой пример. Ну, я тут не стал отделять просто, то есть, что мы подразумеваем под менеджментом? Мы можем глубоко пойти в эту историю, да, но это технический менеджмент это часть инженерного стрима в любом случае, да, если вы хотите привлечь, там, не знаю, менеджера, почему, да, по... Ну, в общем, это такой вопрос, я бы не стал разделять, потому что управление инженерной системой на уровне, там, реально, там, прям в нее руками лезть, да, или управление командой, которая занимается управлением этой системой, создание архитектуры, это все, мне кажется, очень сложно разделять, и один и тот же человек на протяжении своей карьеры, он проходит все эти этапы, причем это не единооправленный процесс, а он даже вполне возможно цикличный. Вот у меня тогда такой комментарий и вопрос. Вот если с МСЭ все понятно, то есть там членство, оно в принципе институциональное, то есть ты не в личном качестве участвуешь, а как там сотрудник Ростелекома там, или как сотрудник университета, то вот в ITF, вот когда наступает тот момент, когда вот конкретного человека воспринимают как человека, которому можно прислушаться? Сколько надо поучаствовать в митингах, чтобы там твое слово что-то весело? Ну, это вопрос слова, ну, слово в основном что-то весит, зависит от того, какое слово, вот, потому что если это какое-то разумное соображение по обсуждаемой теме, то оно будет услышано сразу, да, но вопрос, вопрос скорее стоит ставить, с какого момента люди, которые участвуют, они такие соображения высказывают. Есть, грубо говоря, правило, что первое, что человек, который не посетил еще пять встреч в ITF, не подряд, а вообще пять в жизни, он считается ньюкамер. Вот, это там определенные, там, скажем так, небольшие, очень небольшие привилегии в плане возможности знакомиться с людьми, в плане, значит, ношения бейджа ньюкамеры, ну, немного лояльнее все относятся, чем обычно, чуть-чуть буквально. Вот, где-то, то есть, какая-то более-менее серьезная работа, вот, по статистике, у людей начинается где-то вот с шестой встречи, когда они понимают, как тут, в принципе, процессы построены и успевают въехать во все очень сложные зачастую процессы, которые там происходят. Спасибо. Андрей, у вас комментарий, да? Да, я хочу сказать, что, безусловно, зависит от слова, но я хотел бы сказать, что на самом деле, ну, мое собственное, как бы, ощущение, что сообщество ITF, оно достаточно открыто, то есть, там нету какой-то клики, которая просто, как бы, потому что ты не наш, условно, поэтому ты, мы не будем воспринимать тебя, но в то же время в ITF, у участников ITF, у многих, очень, как бы, настроенный, что называется, bullshit detector, то есть, любое проявление некомпетентности, оно наказывается, то есть, если кто-то приходит и начинает, как бы, какую-то ерунду говорить, да, в качестве, то это может вызвать, безусловно, довольно прямую реакцию, без грубости, но, тем не менее, демотивирующую. Ну, вот, мне кажется, такое устройство, оно, как бы, работает при малых формах, да, то есть, ITF, несмотря на количество рабочих групп, все-таки, гораздо меньше, чем ITF, чем МСЭ. Если бы это была такая большая организация, это бы работало? Ну, то есть, понятно, что, скорее всего, очень много работы строится на каких-то персональных связях, или нет? Размер ITF определяется размером работы, то есть, ITF, на самом деле, если, как бы, четко у него нет никакой ни стратегии, ни, есть определенные нормы и ценности, это да, но, чтобы, как бы, вот, у ITF даже нет системного подхода, в этом серьезное различие, допустим, с союзом электросвязи, то есть, когда в ITF, хотя, есть, как бы, вот, строительные блоги, которые ITF создает, даже в области блокчейна или IoT, но вы никогда не увидите, условно, что, вот, давайте решим проблему с Матситис, этого в ITF просто никто не поймет. Я помню, в ITF приходили люди с клауд, и пытались, как бы, решить всю проблему клауд, но не из-за того, что, как бы, ITF не нравится такой подход, но из-за того, что ITF, для того, чтобы в рабочей группе пошла какая-то работа, эта работа должна быть, как бы, раздроблена, вот, найти участки, которые, как бы, ну, вот, что это, транспортный протокол вам надо, или что? Вот, и получилось так, что вот эти вот люди с клаудом, буквально, там, я не знаю, штук 20 рабочих групп, если не больше, должно было быть вовлечено, но вот эту работу, разбить общую схему на вот эти вот части, это не получилось. Я помню, кто-то сказал давным-давно еще, что nobody can engineer the internet, это очень верно, на самом деле, интернет это экосистема, которая, как бы, довольно органически развивается, и в этом смысле, ITF, он тоже органическая, органическая такая организация, которая, собственно, ее размер определяется тем, что надо сделать, а не том, что, какая она должна быть. Спасибо. Дмитрий? Ну, надо сказать, что ITF, это несмотря на то, что пока ты не обзавелся некоторым авторитетом, тебя слушать будут с меньшим, но все равно будут. ITF, это совершенно замечательная организация именно в демократическом плане, да, ну, точнее, это было в доковидные времена, когда на очной встрече можно было поймать за пуговицу любого человека, про которого ты знаешь, что он занимается интересующей, интересующей тобой областью, и задать ему вопрос. Я ни разу не нарывался на ситуацию, когда вот не получал бы ответа, вот, и это на самом деле очень много мне отдало в профессиональном развитии, ну, и в понимании того, как функционирует ITF, разумеется. так, Александр. Да, на самом деле, я хочу напомнить, что там, отцов интернета, которые разрабатывали стартовые протоколы, их пытались привлечь и к работе в Международном союзе электросвязи, в стандартизирующих организациях, да, вот в этих вот, и, так сказать, по воспоминаниям того же Винта Церфа, да, Вилео Пузена, они тут довольно быстро сбежали, потому что в как раз организации типа Международный союз электросвязи, да, там чувствуется лобби и вот это вот, так сказать, влияние учета интересов в то время, как в ITF работа существенно более свободна. Здесь, как бы, про ITF совершенно не значит, твоя, ничего не значит твоя институционализация, в то время, как действительно в МСЭ, не будучи институционализирован, да, еще и правильно, не всякая институция может принять участие в работе МСЭ. Ты участия в работе не примешь. Андрей, так ли это? Помните такие кейсы? Это ко мне вопрос? Угу. Так я так понял, что там по поводу МКС, МКС, Саша, МСЭ. МСЭ, да, что ли? Так, Михаил, да? Да, у меня вот какой вопрос, коллеги, здравствуйте. У меня вопрос к Руслану. Вот Руслан очень складно рассказал о том, как устроены процессы под зонтиком ITU и других организаций, где государство, собственно, все это организует. А как организовано принятие решения? Вот в МСЭ Андрей очень коротко и очень емко сказал RAV-консенсус. Решение принимается RAV-консенсусом, который даже и не голосуется, там, мычанием, все понимают, что вот получилось решение, с которым все почти согласны, ну, или почти все согласны. А как в ITU принимаются решения? Голосованием, не голосованием? Не могли бы вы уточнить? Это очень важная деталь, мне кажется. Спасибо за вопрос, Михаил. Значит, да, поясню, как происходит принятие решения. То есть, изначально тот или иной документ, точнее, рабочий элемент, он обсуждается в рамках какого-то вопроса, вот, исследовательского. После этого представляется на следующей по иерархии, значит, это непосредственно рабочая группа. Дальше рабочая группа рассматривает и принимает принятие того или иного документа. После принятия на рабочей группе далее выносится на пленарное заседание исследовательской комиссии и на пленарном заседании путем консенсуса, точнее, на всех трех стадиях путем консенсуса принимается тот или иной документ. Часто возникает ситуация, когда очень сложно принять, допустим, нету консенсуса, вот, в частности, такие вопросы были в отношении документов, связанные, допустим, с архитектурой цифровых объектов, ДУА, протокола НьюАйП, который предлагали китайские коллеги, ну, и ряда других документов, касающихся регулирования в интернете, в частности, потому что темы очень политизированные, все видят интересы свои, и такие документы выносятся на более высшую инстанцию, это ВАСЭ, это Всемирная Ассамблея, в рамках которой происходит заседание, там, раз в четыре года в определенный период, эти документы выносятся и на глобальном уровне рассматриваются, либо принимаются, либо отклоняются, поэтому механизм такой же, консенсус, вот, консенсус, это когда все согласны, да, все согласны, нету такого, что 50% голосов за, 50% против, вот, там решается один голос, такого нету, да, есть консенсус, все согласны, часто по опыту своей работы хочу сказать, что согласие решается путем договоренности, кто-то идет на уступки, мы какие-то элементы добавляем, что хотят оппоненты, чтобы это не изменяло общую логику, техническую логику всего, всей рекомендации, и таким образом оппоненты наши соглашаются тоже проголосовать, ну, не проголосовать, а поддержать продвижение данного документа. В частности, вот по такой схеме продвигался документ по борьбе с контрафактом на базе архитектуры цифровых объектов 20-й исследовательской комиссии. Против там выступали Британия, Соединенные Штаты, из Европы ряд организаций, и путем вот этих договоренностей, корректировки, дополнения, изменения удалось прийти к консенсусу и договориться о принятии этого документа. Спасибо. Ну, то есть, это получается все равно голосование и голосуют только государства-члены или нет? Или у ассоциированных и остальных типов тоже есть какие-то полномочия? Как такового голосования нет. Просто задают вопрос, у кого есть мнение против, у кого есть предложения, комментарии, вклады всевозможные. если никто не поднимает руку, председатель бьет молотком, значит, документ принимается. Если у кого-то есть альтернативное мнение, у страны-члена или у какого-то государства или ассоциированного члена, там, есть какое-то альтернативное мнение, то он встает, говорит, что нас не устраивает то, мы считаем, что этот документ сырой, или необходимо его вынести на более сложную процедуру принятия, то есть есть упрощенная процедура, есть более сложная, когда рассылается документ всем администрациям и на базе официальных ответов администрации принимается решение о принятии той или иной рекомендации. Ну, вот, именно так. То есть, голосования как такового нет, есть заслушивание мнений и дальше принятие или непринятие. Если я правильно понял, сейчас можно, да, я уточню, потому что это, мне кажется, крайне важный момент. Если я правильно понял, да, голосования нет, но согласие, собственно, дают представители администрации связи в конечном итоге, да, не инженеры, не научные работники, не практики, не представители операторов, а представители администрации связи в конечном итоге голосуют. Ну, или там высказываются за, пусть это не голосование. Так, да? Администрации связи в том числе, но и все, кто находится в зале заседаний, то есть, допустим, если присутствует компания Cisco, или Juniper, или там Huawei, China Mobile, China Telecom, China Unicom, любая организация, там, Ростелеком, может поднять руку и сказать, мы не согласны, то есть, не только государство-члены, но и все ассоциированные члены, члены сектора и так далее. То есть, консенсус на базе мнения всех участников, не только государство-члены. Ну, и последнее уточнение, голосуют не люди, голосуют, то есть, не специалисты, голосуют люди как представители либо администрации, либо юридического лица, потому что в ITU собственно участвуют участники, а эти участники не люди, а организации либо представители государства. Так ведь, да? Если я правильно понимаю подоплеку вашего вопроса, то... Нет никакой подоплеки. Какой? Я хочу просто точности в формулировках, больше ничего. Значит, приехать от администрации связи могут не только технари, вот так я скажу. И, соответственно, голосовать за или против такого нет, да? То есть, они могут просто промолчать, тем самым поддержать продвижение документов. В частности, вот когда рассматривали документы по блокчейну, была очень большая баталия, вот, принимать, не принимать, то есть, кто-то выступает против, кто-то за, и прислушивались к мнению как раз технических крупных организаций, которые говорили о том, что, допустим, Джунипер выступал за то, что применение механизмов распределенного реестра поможет там защитить определенные виды коммуникаций, которые не способны классическое шифрование реализовать, ну и так далее. Вот, поэтому не только администрации, но и технические специалисты, организации, которые присутствуют непосредственно на заседании. В этом был вопрос. Да, 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 спасибо. Я, собственно, получил ответ на свой вопрос. Большое спасибо. Отлично, спасибо. Так, смотрю в чат. Ольга Макарова. Нелон, я немножко добавлю, потому что мы являемся в РСС, помимо, так сказать, ссоциированных следов, еще так называемых наблюдателей, мы являемся наблюдателем, поэтому периодически мы бываем на заседаниях РСС. Кстати, там многие бывают, там и в свое время рай был и так далее. Вот, и в принципе, вот на заседаниях РСС рассказываются в том числе механизмы работы в ИСИЮ. И здесь достаточно такой интересный момент, есть целая рабочая группа при ИСИЮ, которая разрабатывает требования, как вносить требования по изменению регламентов. Вот эту группу у нас, от нас, от России возглавляет товарищ Минкин, и он очень как бы увлеченный товарищ, вот именно увлеченный этими, так сказать, вопросами, то есть, каким образом, если кто-то хочет внести изменения в какой-то регламент, стандарт МСЭ, значит, нужно написать для этого регламент, как вносить, то есть, вернее, специальный регламент, как вносить вот эти вот все изменения и так далее, вот, и дальше вот периодически вот в эти регламенты вносятся изменения, вот чем занимается целая большая рабочая группа, то есть, вот как бы, да, это первое. Второе, на самом деле, членом МСЭ может стать любая организация, это вопрос членского взноса, то есть, вопрос членского взноса, и поэтому, вот, очевидно, что ЦИСКа, там, более крупные компании, если они считают для себя интересным и важным работой, работой в этой организации, они вносят членский взнос, и они, собственно говоря, могут работать как, собственно говоря, члены этой организации, да, ну, и с другой стороны, значит, наблюдает, если спуститься на уровень ниже, на национальный уровень, то периодически РСС собирает тоже и своих ассоциированных членов, наблюдателей по каким-то вопросам периодически предлагает участвовать в работе рабочих групп, обсуждения всяких стандартов, чтобы потом внести от России свой вклад в МСС, то есть, можно вносить здесь еще не только от администрации связи, но вот от таких вот организаций, вот, но здесь вопрос вот какой, у меня, наверное, тоже будет к Русланову, почему, потому что стандарты, которые, я знаю, сколько примерно применяется стандартов, которые вот реально применяются, да, специалистами стандартов, которыми разработаны, которые разработаны АЭТИ. Я знаю, что рекомендации, я знаю, какие рекомендации МСС применяются, это старые рекомендации, это до сих пор мы их действительно применяем, в частности, ну вот я могу привести это, по-моему, М1550 о процедуре эскалации проблемы при возникновении аварийной ситуации на сети. Это пользуют все операторы, собственно говоря, связи и это совершенно отличный документ, теперь уже независимо от технологий. Но вот в рамках сегодняшних реалий, да, как много стандартов, которые приняты МСС, сейчас реально используются, скажем так, здесь не обязательно, операторским, только сообществом, да, вообще, как бы, участниками рынка инфокоммуникации, давайте так назовем. Вот, по вашей оценке. Руслан, микрофон. Микрофон, мы вас не слышим. Во-первых, это система сигнализации номер 7, вот, ОКС-7, так называемый, который повсеместно используется, несмотря уже на моральное устаревание, он, тем не менее, присутствует и у операторов, и провайдеров всевозможных, которые продолжают его использовать. Во-вторых, если брать радиочастотные... Он никуда не девался, он достаточно давно присутствует, и я больше скажу, что отказываться от него никто не собирается, отказываться от ОКС-7, никто не собирается пока. Ну вот, в рамках МСС... Это голосовые услуги, это телефония, правильно? Да, в настоящее время в нем выявлено кучу проблем, то есть, вот все заплатки, все, так сказать, его ревизии в настоящее время продолжают формироваться, то есть, на базе рекомендаций он дорабатывается, потому что вот буквально три месяца назад проходило совещание по поводу уязвимости этого такого, и... Министерство, да, 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 значит, я хотел только, Ольга, немножко вас подкорректировать, Минкин уже не возглавляет РСС, возглавляет Алексей Бородин, там произошли... Бородин возглавлял, Минкин возглавляет, Руслан, у меня неправильно, я знаю прекрасно Алексея Бородина, я знаю, что он там, он давным, он в РСС, Минкин занимался рабочей группой по разработке, рабочей группой, группой, давайте так просто скажу, потому что там сложнее все это называлось, по процедуре разработки регламентов МСС, вот он чем занимался, входил в состав эту рабочую группу, а в РСС, соответственно, да, а в РСС, соответственно, он, ну, просто выходил с докладами, поскольку РСС тоже определенным образом участвует в работе МСС как на национальном уровне, скажем так. Нет, на национальном, прошу прощения, на региональном, потому что в РСС входят разные участники. На региональном уровне. Значит, первое, то, что вы спросили, вопрос, это ОКС-7. Дальше, если взять процедуры тестирования, процедуры, допустим, требования к качеству обслуживания, рекомендации ВАЙ-1540, 1541, касающиеся классов качества обслуживания, активно используются в настоящее время всеми операторами и провайдерами и разработчиками аппаратуры. Если взять тестирование сетей, используется рекомендация ВАЙ-1564, это тестирование каналов связи на соответствие требованиям, то есть там приведены какие пакеты генерировать, как смотреть ошибки, потери, джипер, пропускную способность, ряд других технических рекомендаций. В частности, сейчас проводится разработка серии рекомендаций по тестированию каналов связи 5G. Это не только радиоканал, но это и оптическая инфраструктура сетевая. И я не знаю, какие другие организации ведутся к разработке. Нет, все понятно. У меня вопрос был вот с чем связан. У меня и, собственно говоря, складывалось такое. То есть вот все вопросы связанные там, да, с аварийными ситуациями, с тестированием, да, ну, с телефоней, понятно, с тестированием, с тестированием и так далее, они действительно были сильной стороной МСЭ, и там действительно очень, прошу прощения, приличные регламенты, и, в общем-то, как бы, вот, ну, то есть, в принципе, я просто пыталась для себя понять, ну, вот это вот разделение там сильных, сильных сторон, да, ИТФ и МСЭ, оно сохранилось. То есть МСЭ, есть как бы свое направление, по которому оно работает, и оно, в принципе, понятное. То есть оно, оно как бы, оно, в общем-то, как и идет, вот с канальностью, все-таки оно идет с телефонной составляющей, да, вот оно как было сильное в телефонной составляющей, так оно, в общем-то, до сих пор, ну, так оно и продолжает развиваться. Спасибо. Спасибо. Так, давайте у Мадины вопрос-комментарий очень коротко, и перейдем к следующей части дискуссии, у нас еще два вопроса на повестке, которые я хочу успеть задать всем гостям. Мадина. Да, здрасте всем, всех рады видеть, слышать. Вы просите, пожалуйста, я просто юрист, и просто хотела сказать вам, извините, кто о чем, обшивая все, Вань. Просто в пандам, тому, что говорил Миша, Медриш, и отчасти, что говорила Ольга Макарова. Слушайте, ну давайте все-таки не путать. МСЭ это международная межправительственная организация, которая очень формализирована, у которой есть, в принципе, свой устав, у которой есть сектора, у которых тоже есть определенные правила процедуры. Все, что касается того, что говорил Андрей Робачевский, там было абсолютно четко сказано, что это неформальная организация, которая фактически даже не является ее реализоном. И вот дальше, ну что сравниваем, стандарты интернета и рекомендации, ну тогда давайте спросим, какая сила правовая и в какой сфере они работают. Вот. И еще один комик в отношении того, что все-таки чисто с формальной точки зрения ИСО и МЭК это международные неправительственные организации. И все, что касается их работы и деятельности, то тоже путать не надо. Потому что МСЭ все равно это политика в том числе. Спасибо. Адина, спасибо. Ну мы к этому еще вернемся в вопрос. Как раз есть вопрос в чате про взаимодействие. Оставим его на конец. Я хочу сейчас перейти к следующему вопросу, который хочу предложить гостям. Это, собственно, из раздела мифы про ИТФ и все остальное. На самом деле у Руслана в презентации это было четко прописано, да, что государство и операторы продвигают свои интересы на площадках МСЭ, там через исследовательские комиссии, через фокус-группы. Вот в ИТФ существует ли какое-то лобби из ИТ-компаний, ИТ-гигантов или нет? Влияет ли как-то то, что там значительная часть людей, задействованных в ИТФ, являются там сотрудниками той же ЦИСКО и так далее? Что можно сказать по этому поводу? Ну, пару комментариев. Во-первых, титул, то, что ты инженер ЦИСКО или не ЦИСКО, это не имеет никакого значения. Другое дело, что, допустим, такие компании, как СИСКО, и все больше и больше, китайские компании, такие как Huawei, China Mobile, у них большие исследовательские центры, большие разработческие центры, поэтому, когда они приходят и предлагают какие-то решения, они уже довольно-таки сформированные решения, которые имеют больше шансов на продвижение. То есть, из этих соображений, конечно, поскольку эти компании имеют больше ресурсов и инвестируют больше в разработку таких стандартов, мы можем видеть, что, наверное, от этих компаний мы получаем больше стандартов через процесс ITF. С другой стороны, я думаю, что сила процесса ITF это в полной прозрачности этого процесса. То есть, мы можем его проследить от начала и до конца. Хотя, может быть, какие-то кулуарные разговоры где-то и есть, может быть, кто-то друзья или не друзья, но сам процесс абсолютно прозрачен и можно видеть, какие вклады кто внес и почему, собственно, процесс пошел таким путем а не другим. Еще один момент, который отличает, мне кажется, ITF заключается в том, что в ITF значительная часть является собственно разработкой, коллективной разработкой. То есть, если какой-то спектр взять стандартизации существующего решения и open source по ITF где-то между ними. Иногда идеи подвергаются значительному изменению и значительной переработке не с точки зрения вычитывания текста, а с точки зрения архитектурных параметров, что это занимает некоторое время. И поэтому то, что было подано в качестве идеи, может в конце превратиться совсем в другую вещь. И такое бывало. Спасибо. Есть еще кому что на эту тему добавить? Да, конечно. Надо сказать, что крупные компании не от хорошей жизни держат в себе большие отделы разработки исследований, они реально одними из первых встречаются с технологическими вызовами. И технологические вызовы вынуждают их вырабатывать стандарты. То есть собственно вот у нас есть система удостоверяющих центров, когда каждый удостоверяющий центр может выписать сертификат на любой домен. Значит в какой-то момент один удостоверяющий центр взломали, выписали сертификат на domain mail, это стало известно Google, пожалуйста, Google выкатил разработку стандарта сертификата transparency, и этот стандарт очень быстро вошел в реальность и уплатил в жизни, который какой-то защиты от этого дает. значит соответственно крупные компании хостеры были недовольны тем, что медленно устанавливается соединение по защищенному протоколу и требует много ресурсов. Вот, пожалуйста, вместо протокола TLS 1.2 появился протокол TLS 1.3, который соответственно тоже сократил существенно время установления соединения контент отдается быстрее. Google все равно это оказалось мало, появился протокол Quick. Причем тут Артем расскажет в больших деталях за время от первоначальной публикации драфта до окончательной стандартизации первоначальная гуглевая версия очень существенно изменилась. То есть влияние больших компаний есть, но в первую очередь они тут выступают в ETF первопроходцами. Артем? Да, я давайте дополню. Вот, я не очень понимаю разговоров в терминах влияния больших компаний, я сейчас поясню почему. Вот, я перефразирую, как я слышу этот вопрос. Мы тут все говорим на русском, я уверен, что многие говорят на других языках, но давайте так, на греческом вряд ли кто-то говорит. Вот протокол, протоколы, которые разрабатывает ITF, это механизмы взаимодействия различных организаций, механизмы взаимодействия различных технических сущностей, такие, как, не знаю, там, значит, ноутбук и, не знаю, система хранения данных по другую сторону света. Не очень понятна функция вот этого влияния и лобби в этом смысле, вот я могу сюда прийти, вот в этот звонок и начать лоббировать французский, да, вот, не знаю, греческий, да, говорить на нем и так далее, да, все очень просто, я просто буду говорить сам с собой и все, и все остальные договорятся без меня. Это очень-очень технический детализированный момент того, как организовывается взаимодействие. Поэтому там говорить о каком-то, ну, в этом процессе участвуют все, кто принимает участие в этом взаимодействии. Чтобы браузер, там, не знаю, зашел на сайт, там, владелец сайта и автор браузера, они должны договориться об общем протоколе. Вот, они присутствуют в этом диалоге, а других, по сути, в этом диалоги нет и технически непонятно, как они могут там оказаться. Так, вижу комментарии у Михаила. Коллеги, сейчас, прошу прощения, а то что-то не видим, простите, пожалуйста, надо как-то проявиться. Я вот что хочу сказать в дополнение собственно того, что сказал сейчас Артем, что такое компания. Компания это технологии организации взаимодействия людей для достижения какой-то цели. Что такое государство? Это технология организации власти на какой-то территории. Что такое деньги? Это технология. Что такое кредит? Это технология. Компания заинтересована это какая-то странная совокупность слов, суть которой мне непонятна. Мне понятно, люди заинтересованы, конкретные. В конечном итоге всегда заинтересованы конкретные люди. Так вот, как это происходит в ITF, эти конкретные люди это в основном инженеры. И неважно, где они работают. В Cisco, в Juniper. Кстати, в ITF стандарты рассматриваются технически, но есть и организационные. В ITU по-другому устроена жизнь. Там представители эти люди конкретно. Они представители государств, компаний, как говорят. Это тоже люди в конце концов. И они руководствуются какими-то другими критериями для того, чтобы что-то там в этом процессе обсуждения говорить. Вот государство как технология накладывает серьезный отпечаток на всю деятельность ITU, потому что ITU это процесс сегодня находящийся с 47-го года, находящийся под эгидой не просто государства, а ООН, организации ассоциаций государств. Вот в этом большая разница. А чьи интересы конкретные люди продвигают, они и свои интересы продвигают, свое понимание. Ну вот конкретные два примера хочу привести для того, чтобы вот эта разница была видна. Люди, компании, специалисты из ИСКи когда-то придумали то, что назвали Tech Switching. В конечном итоге это превратилось в IP МПЛС и было зафиксировано там в РФС через ITF, это все продвигалось и все это используют. Люди из ИСКи предложили также проект и вложили очень много средств в реализацию его, который называется Atom. Наверное, кое-кто из здесь слушающих знает, что это такое. Any transport over MPLS это тоже в РФС но в информационном собственно говоря описано но так серьезного развития а в ЦИСК ЦИСК используют а MPLS используют все. Другой пример это из ITU из жизни ITU Франс Телеком когда-то провел рекомендацию которая описывала услугу относящуюся к телематическим службам видеотекс во Франции была торговая марка Minitel это было где-то вот на стыке времен когда интернет только появлялся ну веб веб только появлялся а информационные сервисы вот такие возникли и продвинул появилась рекомендация даже там серия по-моему рекомендации Международного Союза Электросвязи описывающие вот этот видеотекс где сейчас этот видеотекс ну нигде потому что рекомендация появилась но никто использовать не стал потому что она в момент появления была морально устаревшей вот собственно и все продвигали конкретные люди которые представляли Франц Телеком но в конце концов конкретные люди вот собственно вот как работают процессы это не компания это конкретные люди в конечном итоге поэтому задавать вопрос каким компаниям это выгодно или там каким государством это выгодно Мне кажется, это вопрос, который не имеет смысла. Смысл имеют конкретные ситуации, конкретные люди в конкретный момент времени, конкретные KPI у них есть, как у людей, которые там где-то работают или за что-то отвечают. В общем, смотрите контекст. Я хотел бы добавить тоже несколько слов. Михаил сказал только что про продвижение идей конкретных компаний. Примером в рамках 11-й исследовательской комиссии ITU разрабатывается рекомендация по тестированию скорости доступа в интернет. На текущий момент кто как хочет, так и меряет. То есть мы возьмем, допустим, наберем в поиске Яндекса измерить скорость интернет, IP-тест, Яндексовский интернет-метр. А вот Австрия Телеком предложила решение, которое они у себя опробовали. Какую последовательность пакетов, куда отправлять, как потом оценивать скорость на базе чего. И предложила один подход. И вот очень большое бодание было по поводу, какие пакеты использовать на транспортном уровне, TCP или UDP. Это вылилось в очень большие обсуждения технические с выкладками по избыточности того или иного протокола, потом прохождение по сетевому, канальному уровню и так далее. И сейчас на финальной стадии как раз эта рекомендация находится. То есть конкретно идея Австрия Телеком, которая успешно опробирована у них на сетях, вылилась в эту рекомендацию, которая, собственно говоря, будет представлена, как тестировать на уровне провайдера, как для конечного пользователя, как для конкретных приложений, которые будут, допустим, YouTube нам надо протестировать, как это делать. И вот это все там будет описано. То есть достаточно большая рекомендация с кучей примеров. Илона, если можно, я постараюсь быстро. Руслан, спасибо за иллюстрацию. Я хотел бы сразу, пока мы не ушли, задать вопрос, а в чем, так сказать, задача, которая решалась вот этой колоссальной работой? То есть на выходе мы получаем рекомендацию по тому, как мерить. А какое практическое у них применение? Я пока не учусь. Я подключаюсь к интернету и, значит, померил у себя скорость. Я покупал 50 мегабит в секунду, а померил, вот у меня показывает 27 мегабит. Я звоню оператору, они говорят, нет, мы вот мерим, у нас все показывает 50. Я говорю, ну вот я, скажем, там запустил спид-тест или там IP-тест или интернет-метр от Яндекса, и у меня показывает 27. Они говорят, вы неправильно мерите, у нас другой измеритель. Вот есть единая какая-то система измерения, которая бы позволяла в рамках договоренности всех операторов это делать. Вот для этого это делается. В моем представлении, если оператор пообещал мне 50 мегабит в секунду, а предоставил 27, я там, ну, может быть, позвоню в поддержку, чтобы узнать это временное состояние или постоянное. Уж бывают аварии на сети, бывает действительно, может быть, такое, что действительно, допустим, ну, там, не знаю, половина свитч-фабрики отъехала, и вот сейчас, ну, не 50, а 27. Вот. Если они мне начнут доказывать, что нет, значит, черное это белое, а 27 это 50, я не буду им предъявлять какие-то там ГОСТы, какие-то там стандарты, я просто закрою контракт с этим оператором и открою с тем, который предоставляет полосу больше. А если в моем регионе все такие, ну, тогда придется как-то с этим жить или выбирать детально, там, у кого Ютуб работает. Просто, на мой взгляд, да, вот в мире, в котором я живу, и, может быть, это специфика моего информационного пузыря, вот оно так работает, там, ну, 15 лет. Вот. И вроде бы работает, если у меня не было никогда с этим проблем. Вот. И я поэтому пытаюсь понять, какой практический смысл у такой работы. Спасибо, Артем, за комментарий. Значит, скажу так, что появляются приложения очень требовательные к сетевой задержке и выпускной способности канала связи. Соответственно, возникает необходимость четкого соблюдения требуемых. Примерами является киберспорт. Всевозможные игры, которые через сеть проводятся, требуют пинга очень маленького, да, очень маленькой сетевой задержки. И если там задержка больше, там, 20 или 15 миллисекунд, это сказывается уже на игре, там, можно проиграть команды. Поэтому встает вопрос, покупают самые дорогие тарифы у оператора, там, гигабит, гигабитные каналы, вот, соответственно, агрегируют это на базе, там, маршрутизаторов, вот. И в связи с этим стал вопрос, а как мерить, потому что одно дело частный пользователь, который там смотрит, там, сайты какие-то, другое дело какие-то приложения. Вот, допустим, приложения голографической телепортации, которые сейчас активно внедряются, да, по передаче голографического образа через сеть, они очень чувствительны к задержке, да, там, и если не соблюсти требования к скорости доступа в интернет, Соответственно, возникает вопрос, у нас работать это не будет просто-напросто, поэтому и нужна единая система измерений. Как это делать, сколько пакетов отправлять, как оценить задержку, потери, соответствия и так далее. Вот это все как раз и описывается. Ну, то есть, вот опять же, да, киберспорт, вот я подключаюсь к онлайн-нагею. Коллеги, может, вы смените тему, это уже становится скучной. Нет, можно мне от оператора ответить очень быстро. Все это, конечно, очень упрощенно, коллеги, на самом деле, но вот эти вот киберспорты и так далее, все очень многое зависит не только от оператора, все зависит от того, где стоит этот игровой сервер, как он расположен, как он отдает трафик. Вы меня извините, киберспорт, да, они играют командами. Я могу рассказать пример, да, когда у нас, собственно говоря, две команды World of Tanks, которые были в этих... Там есть очень много вещей, еще раз я говорю, которые зависят исключительно от самого игрового, от самого игрового сервиса. Простейший пример, Valve сейчас поменяла, Valve это Counter-Strike, поменяла сейчас политику, и у нас пользователям из Якутии нужно играть в Японии, потому что там в Японии сильные команды. Вот, да, Япония обеспечить задержку на своей сети, так сказать, мы никогда не сможем, вы можете поставить, так сказать, вы можете принять какие угодно стандарты, все, что угодно, но, значит, все, вот пользователи, игроки, они находятся по всему миру, вы измеряете только на сети оператора. Есть куча моментов, связанных с экономикой и так далее, и так далее, и так далее, с разными экономиками. Если пользователю из Якутии хочется играть, так сказать, с Японии, то не всегда трафик ходит ровно напрямую, ровно напрямую, да, между Якутией, там, понятно, Владивосток и Японии, иногда он ходит через Европу. Поэтому здесь, вот, это можно измерить конкретно, да, вот на конкретном компьютере. Давайте мы свернемся с киберспортом. Да, подведу итог этой темы тем, что эти стандарты про измерение последней мили, это раз, и два, есть рабочая группа в ИТФ, которая занимается тем же самым, да, просто как прикол, это не то, для чего я попросил слово, да, как прикол, я в короткое время пообщался и с ИТФовцем, которые занимаются этими стандартами, там, российский представитель, ой, нет, с МСЭшником, и с представителем ИТНТ, или там, что от него сейчас осталось, кто в рабочей группе ИТФ, да. Они очень не любят друг друга, показывают друг другу пальцем, говорят, что они мешают друг другу работать, развивать этот стандарт. Вот, но это стандартное измерение последней мили. Вот, а теперь я хочу ответить Артему. Артем так вот спросил, продвигают интересы, есть ли лобби и так далее. Вот сразу чувствуется, как на Артема действует воздух свободы, потому что там в Европе совершенно не принято заниматься продвижением интересов, иметь секундари-адженды и все остальное. А у нас, например, вот Руслан, спасибо ему большое, он упомянул рабочую группу ТК-194, киберфизические системы, которая разрабатывает стандарт здесь, в России. Я сейчас в чатик пришлю ссылочку от одного из участников, известного эксперта в области интернета вещей, практика практически, с хорошей репутацией, Олега Артамонова, о том, как был принят один из стандартов, я думаю, единственный стандарт еще принят этой группы, в интересах полной конкретной компании, для того, чтобы ей было удобнее участвовать в тендерах. И поэтому, к сожалению, Артем, в России все разговоры о стандартизации или чем-то в том же духе, или вообще о взаимодействии с государством, о публичной активности, они будут вызывать вопрос, кому это выгодно, кто на этом заработает на тендерах. Вот эта вся история, она, к сожалению, будет продолжаться. И мы помним, что мы в России, и мы друг друга будем подозревать, в то время как, я надеюсь, что Андрей Рыбачевский, который находится в свободном мире, ИТФ находится в свободном мире. И поэтому даже можно вспомнить, что есть Дмитрий Белявский, который работал в подозрительных криптокомпаниях, лицензированных ФСБ здесь в России, но ему в ИТФ никто не задавал вопросы. Или вот там есть любители, другие любители здесь сейчас в чате. Никто не задавал вопросы, да. Они продвигали свою, они делились своим профессионализмом с обществом, и это нормально воспринималось. В то время как в России обязательно будут смотреть на это дело. Я, наверное, отвечу 10 секунд. Наверное, лучше мне ответить, потому что тут, в общем-то, моя фамилия была упомянута, господин Усавнин. Да, я помолчу тогда. Андрей, пожалуйста. Да, спасибо большое. Саш, спасибо. Ты, как всегда, приносишь струю, так сказать, взбодряешь аудиторию. Молодец. Значит, давайте я сначала все-таки вернусь к теме governance и стандартам, да, и к международным вот этим организациям. Я бы хотел вам напомнить, что есть еще, например, организация, которая называется W3C, которая, например, активно занимается взаимодействием семантических моделей, то есть интероперабельностью на уровне моделей данных. Да, то есть это уже слой семантики, то есть гораздо выше, так сказать, технологий протоколов взаимодействия и вот этой, значит, многоуровневой системы, которую так любят телеком-операторы, готовы о ней говорить бесконечно. Вот. Мало того, в последнее время появилось достаточно большое количество ассоциаций и различных объединений, которые озаботились тем, что вот в концепции индустрии 4.0 им нужно сделать так, чтобы большие платформенные решения в индустрии и в промышленности могли друг с другом взаимодействовать, да, то есть это какой-то новый мир, но который, в принципе, находится вне рилма МСС, да, то есть как каких-то государственных объединений, союзов, каких-то чиновников, которые от имени государства уполномочены, значит, принимать или не принимать или на решение. То есть вот эта модель, которая появилась впервые с появлением ITF, она вот нашла продолжение в разных сферах, которые испытывают жесточайшую потребность в том, чтобы обеспечивать совместимость чего-либо. Например, нельзя сказать про медицину, да, вот в медицине нет таких организаций, которые, значит, там могут делать шаг влево, шаг вправо. Почему? Потому что это очень зарегулированная отрасль. А в промышленности, например, такие компании появились. Поэтому все очень, все очень относительно, так сказать, запросы. Отвечая эхом на реплику Миши Медриша, скажу так, ну, конечно же, в этих органах стандартизации работают компании, ну, конечно же, тексты и стандарты пишут люди, да, то есть здесь нет ничего зазорного в том, что крупные компании, например, такой какой-нибудь Франхофер или САП, или там Бош, да, значит, пишут какие-то стандарты индустриального взаимодействия между платформами. Это нормально. Но пишут все равно, конечно, конкретные люди, конкретные инженеры, это правда. Вот, просто там процедура принятия каких-то решений, каких-то моделей, каких-то референсных архитектур, она упрощена и не требует участия в эти государства. Что касается, возвращаясь к теме стандарта промышленного интернета вещей, и вообще, на самом деле, Ростелек большие молодцы, они потратили большое количество времени, большое количество усилий, и нельзя сказать, что это стандарт Ростелекома. Это настоящий, честный, айсошный стандарт, так сказать, международный, который приняли, адаптировали все, так сказать, участники, в том числе, так или иначе, аффилированные государством. Почему? Потому что этот стандарт назрел, всем хотелось эту референсную архитектуру видеть, и как бы вот этот стандарт утвердили. Что касается нашего любимого Саши Исабнина, значит, дорогой мой друг, вот этот бувиотовский стандарт, это был пробный шар. Обратите внимание, мы также приняли, адаптировали под ГОСТ Лору Ван, который как бы все люди в погонах считают вообще натовским. Так что это вот я, значит, немножко почистил свою карму. Всем привет. Андрей, спасибо за комментарии, но всем почему-то было интересно обсудить ваш забор в чате, какого он характера. Друзья, я сейчас оставлю комментарии, которые остались, у нас осталось 15 минут буквально, и хочу задать всем такой большой философский вопрос, и, наверное, здесь тоже будет место, где разгуляться. Начну чуть-чуть издалека. Очень часто можно встретить такую аксиому, постулат, что технологии, технология любая, она политически нейтральна. Что это значит? Что есть какое-то технологическое решение, но как им пользуются, во благо или во зло, там, с какими-то намерениями, это уже зависит от конкретного человека, который эту технологию использует. Но как бы сейчас, особенно это часто звучит на каких-то зарубежных конференциях, форумах, высказывают идею, что как бы все, вот эта прекрасная эра закончилась, и теперь, когда мы разрабатываем стандарты, будь то какие-то вообще технические стандарты, вот Артем удивлялся, да, почему в каких-то вопросах сугубо технических, да, вылазят группы, которые занимаются правами человека. Да, то есть почему мы на эти вопросы стали обращать внимание? Закончилась ли эра вот этой вот технологической нейтральности? И если она закончилась, наблюдаются ли попытки вот со стороны публичного сектора? Сейчас мы, наверное, МСС отставим в сторонку, потому что здесь все понятно, там, администрации, те же, да, министерства связи, они и так участвуют. Наблюдаются ли попытки со стороны публичного сектора поучаствовать в разработке вот интернет-стандартов? Есть ли какая-то такая практика? Может быть, там, на этапе обсуждений, может быть, на этапе подачи идей, может быть, на этапе аудита каких-то идей? Кто-то вообще участвует от публичного сектора в этих обсуждениях или нет? Ну, смотрите, можно я начну? Вот от публичного сектора... Вот мы считаем, например, законодатели публичным сектором, законодатели многих стран считают, что надо регулировать криптографию так, чтобы хорошие люди могли просчитать, что пишут друг другу плохие люди. Вот. Это считать участием в обсуждении? Ну, в каком-то смысле, да. В каком-то смысле, да. Вот. На самом деле, вот один из моих древних работодателей рассказал мне старый принцип, старый девиз сайферфанков, не пишите законы, пишите код. То есть, ну, на самом деле, каждому из нас, ну, в любой... в каждом из технологий время от времени приходится выбирать, что же он будет писать, код или закон. Вот. Так что... технология, конечно, нейтральна. Вот. Но то, что... Ну, еще в Библии сказано, имеющим прибавится, не имеющим отнимется, да. И любая технология, любая хорошая технология, на самом деле, с одной стороны, этот разрыв может и увеличить, но с другой стороны, она, скорее всего, поднимет низший уровень. Спасибо. Так, Андрей. Да, я хочу сказать, что, безусловно, представители публичного сектора могут поучаствовать и внести свой вклад, но, как мы говорили в ITF, каждый участвует в своей... как индивидуум, не как представитель какой-то организации. Поэтому голос этого, там, политического деятеля или функционера, он будет рассматриваться просто как голос, как... его вклад будет рассматриваться с точки зрения, имеет смысл это или нет. Ну, наверное, люди, участвующие в ITF, у каждого есть своя какая-то идеология, какие-то ценности, но ITF, как организация, он относится к разработке стандартов чисто с технической точки зрения, а социальные аспекты, они меньше как бы рассматриваются в этом контексте. Ну, один из примеров. Значит, вот, когда Сноуден рассказал нам, что происходит с NSA и прочими, ITF рассматривал это не как, условно, с моральной точки зрения, а ITF рассматривал это как атаку на безопасность коммуникации. И, собственно, те действия, которые ITF предпринял, они были направлены на патчинг этой атаки, чтобы такая атака не произошла. То же самое мы видим, допустим, в этом дебате по шифрованию. На самом деле, как бы предлагается, что сделать, как бы, пусть будет шифрование в каких-то случаях, а в каких-то нет. С точки зрения формального анализа, с точки зрения ITF, такого решения они, по крайней мере, найти не могут. Если кто-то предложит такое решение, которое формально будет безопасно, я думаю, что такое решение будет принято. То есть это происходит не из-за того, что как бы ITF, собственно, правозащитная организация, к примеру. Именно потому, что ITF, он с этой точки зрения, он более технический, он не выходит в эти области. У Константина Эмоджина, я посчитаю это просто выражением эмоций. Александр. Ну, опять, мне очень хочется добавить, с российской точки зрения, вы извините, мы здесь немножко в России. А по поводу технологической нейтральности, или соблюдения стандартов, у нас есть прекрасный пример от национальной системы доменных имен. А сейчас, может быть, Андрею Рыбачевскому будет интересно, в очередной раз выплыла инструкция о том, как российские владельцы автономных систем и операторы связи должны вместо исполнения стандартов и ITF, по поводу того, куда ходить за Рудзоне, должны ходить на адрес московского интернет-эксченжа, которые рассылает Роскомнадзор в качестве инструкции. И уже даже этих операторов штрафуют. То есть есть вот, как бы, так сказать, такое грубое вмешательство в работу стандартов, прям живое. Вот, это с одной стороны. С другой стороны, по поводу общественной деятельности, я хочу все-таки напомнить, что мы здесь гости странного домена. И вот как раз ряд обсуждений, которые проходят в ИТФ, например, касающиеся того, как должен работать ХУИС, какие данные, как отдаваться и так далее, особенно в контексте регуляторных моментов, там обсуждение не чисто техническое. Там обсуждение как раз от широкого сообщества до различных профессиональных градаций, где специально стараются вовлекать именно широкое направление. В ИТФ понятно, что там очень много очень технических моментов, но вот с этой стороны заход есть вполне нормальный. Спасибо. Михаил. Да, я хотел вот что отметить. Там, где государство является актором, ну то есть владельцем процесса, там идеи ограничений каких-то там требований жестких в отношении, там применения, неприменения чего-то, то есть такого вот именно регулирования, не governance, а прям control. они вот такие вещи характерны. А там, где актором процесса является социум, там техническое сообщество или как-то по-другому организованное представители социума, бизнес, это тоже часть социума, потому что бизнес это все равно люди, так или иначе. Там гораздо более прагматичнее и да, там выгода где-то кому-то интересна, но в целом это некий баланс интересов создает. Вот сложная система отношений и сложный баланс интересов. Там, где государства появляются, там все упрощается сильно и хотя государства между собой там, значит, грызутся, кто главнее, кто не главнее и где, но вот этот момент, даже не целеуказания, а целеполагания, да, вот. Момент целеполагания очень важен. Именно здесь проходит граница целеполаганий. И с учетом этих целеполаганий и предложения, и результаты соответствующие появляются. Вот, мне кажется, это важно отметить. Спасибо. Ну, тогда у меня, наверное, будет уточняющий вопрос к тем, кто в курсе всей истории. Я знаю, что Артем следил за вот историей с Нью-Айпи с точки зрения ITF, и, возможно, Руслан что-то добавит про то, как эта история развивалась в МСЭ. Вот, можно как бы обрисовать вот мотивы, да, почему вот через ITF Нью-Айпи не прошел, а в МСЭ он все-таки остался, и там работа теперь ведется. Ну, собственно, в ITF он и не появлялся, поэтому найти он и как бы и не мог. Другое дело, что... Ну, во-первых, на самом деле, более существенная инициатива ЕЦИ, которая может сказаться на радиодоступе, это, наверное, но на IP-нетвокс. Ну, там есть хотя бы резон. Ну, это отдельная тема, у нас нет времени ее обсуждать. Я на самом деле тоже хотел сказать, что никакого процесса по крупной IP в ITF вообще, в принципе, не было. То, что происходило, максимум того, что происходило, можно сравнить с, в принципе, обсуждением у кофейного аппарата. Вот все. То есть никакого формального процесса, ничего подобного. Ну, формальный процесс некий был. На самом деле, ITU проинформировал ITF по разработке этого стандарта, прислал презентацию New IP с картинками. Но это уже было на как бы стадии, когда уже была подана эта заявка в ITU. На что ITF, собственно, ответил, что как бы основной заботой тут является ненарушение интероперабельности между протоколами. Поэтому как бы необходима лучшая координация. Кстати, я не знаю, если у нас есть время, был вопрос по поводу того, как координируется и координируется ли вообще работа ITF и МКС. А мы сейчас к нему вернемся. Сейчас закончим. Хорошо, тогда позвольте буквально 30 секунд. Я добавлю. Да, Андрей, конечно. Значит, вот это обсуждение кофейного аппарата, конечно же, нет. Андрей сказал, что да, было формальное обращение, был формальный ответ. Мало того, были высказаны позиции некоторыми активными участниками как ITF комьюнити, так и ICAN комьюнити в части вот этого new IP. Я, конечно, тоже лично небольшой фанат вот этой истории, но формально говоря, что прекрасные инженеры со светлыми лицами иногда могут показывать зубы, причем зубы показывать совершенно конкретно, и я думаю, сейчас правильно, если Андрей скажет про взаимодействие ITF и MSF. Давайте. Ну, хорошо. На самом деле, я хочу сказать, что в реальности организации, то есть разработка стандартов на самом деле это довольно, как сказать, competitive, очень конкурентный рынок. И не секрет, что некоторые организации занимаются так называемым СДО-шоппинг, то есть для того, чтобы они ищут лучшее место, где продвинуть свои собственные идеи, потому что, безусловно, если твоя идея, она будет стандартизована, ты имеешь некую выгоду, о чем говорить. В плане же координации на самом деле между ITF и ITU давняя, как бы, история и вполне здоровой координации в том числе, когда ITU информирует ITF о новых работах, и ITF информирует ITU о новых работах. По крайней мере, когда я был членом Internet Architecture у нас был специальный список рассылки, где, собственно, вот эта информация и обменивалась. Если более формальный, то, что я сказал Лейзен, то, что вот эти формальные сообщения, когда обменивается организация о начале новой работы, а, собственно, если есть сомнения, что эта работа может каким-то образом повлиять на работу другой организации, но это более формальный механизм, и он, конечно, иногда работает с запозданием. На самом деле, я, наверное, не совсем корректно вопрос задала, он все-таки идет как бы в связке с предыдущим про технологическую нейтральность, потому что часто, да, попадались какие-то заметки по поводу того, что New IP это вообще совершенно другой подход к организации сети, и там, скорее всего, будут какие-то дыры для приватности и так далее, и так далее, и вот, собственно, как бы резон свернуть эту работу, не начинать эту работу в ITU был как раз-таки технологический, что это вообще противоречит текущей концепции, а в МСС как бы эту работу взяли в исследовании, Руслана, поправьте меня, если я неправильно выражаюсь. Спасибо, Илона. Значит, в рамках ITU традиционно ведется работа на перспективу, и если, значит, концепция интернета вещей, которая сейчас сновополагающей является в мире телекома, была принята там в 2010-2012 году, то в настоящее время прорабатываются последующие концепции, в рамках чего будет развиваться телеком. И вот эти предложения делаются на базе фокус-групп, была сформирована фокус-группа сети 2030, которую возглавил председатель 13-й исследовательской комиссии, в рамках которой было представлено предложение, что существующие сети состоят из множества элементов, которые замедляют их работу. В частности, если мы используем нот IP-сеть, к примеру, сеть LoRaWAN, она так или иначе подключена к сети через шлюз. Шлюз является узким горлышком, который тормозит работу, большое число данных замедляется, пока попадет на сервер куда-то через интернет. Поэтому и с учетом космической группировки, которая предполагает очень большую задержку, необходимо пересмотреть подходы к организации сетевого взаимодействия. То есть, то, что было придумано на базе протокола IP в 80-х годах, потихоньку себя изживает от этих механизмов. Я сейчас не отстаиваю чью-то точку зрения, просто рассказываю, как это презентовалось в рамках ITU. И необходимо изменить концепцию, предложить новые подходы, новые легковесные протоколы, которые бы позволили подключать сети, которые работают на базе IP-протокола и которые работают на базе не IP-протокола, используют собственную адресацию, нумерацию, идентификацию, к примеру, сети ZigBee, LPWAN, ну и прочие сети. Вот. Ну, точнее, Pan Personal Internet. Вот. Значит, и была предложена концепция New IP. Сразу это вызвало очень большой всплеск, как это, взмах крыла бабочки там вызывает ураганы. Вот. И многие администрации встали против вот этого продвижения, что это нарушит целостность сети в целом, это вызовет большие проблемы стыковки оборудования, безопасности. И, значит, это было вынесено на самый верхний уровень, там рассматривалось на базе менеджмента, вот, проработка данного опроса. И в той постановке, как изначально был презентован New IP, он уже в ITU не существует. Во-первых, New IP это не протокол, это концепция сети, новых, новых сетей, новых взаимосвязей между сетей. И, значит, китайцы, которые предложили, соответственно, вот эту концепцию, они согласились, что New IP вызывает путаницу, да, кажется, что это что-то придет, что на смену IP придет. оно предполагает, что IP останется, просто будут доработаны механизмы, которые позволят бесшовно связывать разные сети между собой. И сейчас он переименован, насколько я помню, как-то он звучит, универсальный вертикальный протокол для взаимодействия сетей будущего, как-то вот так вот. Но, в целом, работа по нему продолжается, на заседаниях презентует какие-то новые шаги, тем не менее, видно большое негодование со стороны коллег из Соединенных Штатов Америки, Великобритании, Англии, ну, точнее, Великобритании и европейских стран, в том числе Канады. Вот, поэтому сказать, что все идет гладко, не могу, но, тем не менее, потихоньку движется в плане продвижения вот этого, этой концепции новых сетей, которая, прежде всего, ориентирована на взаимосвязь между нот-айпи-сетями и спутниковыми группировками, вот, в частности, OneWeb, SpaceX, ну, и вот, что в России тоже делается, забыл, как это называется. Руслан, спасибо. По Нью-Айпи, там еще коллеги накидали ссылок, у нас, к сожалению, заканчивается время, оно, в принципе, закончилось, но я все-таки задам последний вопрос, как бы такой завершающий по дискуссии. Не случайно мы взяли ITF и MSF, потому что очень часто можно встретить, да, вот эту позицию, что давайте там всю работу постнотизации интернет-стандартов передадим в ITU, ну, потому что вот так, наверное, будет логично. Ну, аргументация у всех разная. Вопрос у меня следующий. Вот это разделение, оно все-таки останется, то есть у ITU будет своя работа, у MSF будет своя работа, хотя они как бы уже, да, тоже начинают брать в работу какие-то вопросы, которые там непосредственно связаны с интернетом. Или будет какая-то синергия, может быть, будут какие-то совместные рабочие группы, вот какие вообще прогнозы на будущее, там, на ближайшие 10 лет по этим двум организациям? Я не думаю, что будут совместные рабочие группы, потому что культура разработки стандартов, она абсолютно разная и, прямо скажем, несовместимая. Использование стандартов друг друга, ну, это, наверное, возможно. Дело в том, что, ну, вот, я не знаю, тут был, вы знаете, что, допустим, ITU использовал стандарт MPLS, ITF, и на самом деле это не все очень гладко прошло в свое время, но такое было. ITF делает строительные блоги, которые могут быть использованы в других стандартах. Другое дело, что и ITU, и ITF, и любая, собственно, организация разработки стандартов, она оставляет контроль за этим стандартом, за собой. Как бы, вот, это было бы бессмысленно, если бы, допустим, ITF разработала IP, ITU продолжал бы его разрабатывать в своей области. Это, на самом деле, прямая дорога к потере интероперпилоти. Андрей, это следует отметить, потому что ITU уже пыталась, на самом деле, выработать какую-то политику к продуктам других СДО. И, в частности, в отношении как раз ЕЦИ, 3GPP, результаты, они просто признаются ITU и мэппятся, а с ITF попытка, ну, как-то выработать какой-то мэппинг, она не привела ни к чему. Ну, это известный факт, но это как было лет 15 назад. Сейчас такие попытки не предпринимаются. Андрей, потом Михаил. Да, позвольте, я еще добавлю очень важный аспект, про который мы забыли, который называется культурный код. Вот мне UIP прям меня сразу поставил на правильный трек. Дело в том, что все вот эти организации, такие как ITF, W3C, там, не знаю, мой там Consortium Industrial, в котором я принимаю участие, и целая куча других, это они все живут в парадигме и в культуре белого человека, так сказать, северной части Земли. Вот, это очень важная вещь, которая так или иначе бросается в глаза, при том, естественно, делаются какие-то шаги по расширению diversity, там, в нашем любимом Айкене, например, эта повестка всегда стоит, да, но формально люди, которые реально что-то делают, что-то принимают, что-то пишут, и на основании работ, которых принимаются какие-либо решения, это все равно белые люди северного полушария. Вот, и это тоже достаточно большой разрыв, дело в том, что, например, в МСФ как бы изначально построено, ну, хоть там и государство, да, но там вот этого культурного разрыва, он не так заметен, вот, там можно забраться на трибуну и стучать там туфлей, значит, по трибуне. Вот в этих организациях международной санартизации, которые не являются государственными, вот эта культура, она не то, чтобы мешает, она просто есть, и, например, те же самые китайцы с Нью-Айпи, они не то, чтобы как бы не со зла же предлагают Нью-Айпи, они, может быть, просто даже не совсем вписались в этот культурный контекст и неправильно подали это блюдо, что вызвало на самом деле достаточно бурную реакцию со стороны вот этих мультистейк-холдерных организаций. Вот у меня есть такое мнение, не знаю, что другие думают на этот счет. А вот мы сейчас у Михаила спросим. Да, здравствуйте все. Нет, на самом деле я тоже не думаю, что и НСЭ подружат СССР, вот, причина на самом деле очень проста, они из разных отраслей, они из разного времени. В свое время Международный Союз Электросвязи уже про это самое интернет, когда они пытались сделать ОСА, и это все помнят тоже, вот эта модель, которую хотели натянуть на интернет, которую они делали 20 лет, но так и не сделали, это говорит о том, что они просто не способны это сделать, но главное не в этом, главное о том, что это просто разные отрасли. ITU это про телефонию и телеграф, который умирает и, не знаю, ногами как-то его может запинать этот телефон, но я думаю, что жить ему осталось лет 10 от силы, и потом просто Международный Союз Электросвязи, он сам по себе умрет, как организация бессмысленная и бесполезная в 21 веке. Вот в то же время, наверное, появятся какие-то новые организации, я думаю, что сейчас упомянутые уже 3GPP, скорее всего, будет там все большую роль играть, но они все-таки будут более, вот эти организации, они более мультистейхолдерные, правильно Андрей сказал, они с более другим культурным кодом, там не будет военного положения в этих организациях, вот, ну, собственно, вот я ответил на этот вопрос, нет, не будет. Мне кажется, Руслан будет с тобой не согласен. А его, Руслана, никто не спросит, как представитель МСЭ, потому что, всем плевать на его мнение, все равно все будут делать так, как... не так. Михаил, ну, я скажу, что МСЭ, это не только про телеграф, телефон, это было в начале, да, сейчас уже более широко, если взять сектор Р радиочастоты, то это очень большая работа по распределению частотного ресурса, и, пожалуй, сейчас нету альтернативы по радиочастотным взаимодействиям, кроме ITU-R, R-сектора, потому что там... Проблема в том, что радиочастоты как бы распределили фактически уже, да, ну, вот там до уровня, который, как бы, да, возможно, который помешает друг другу, все радиочастоты уже распределены, что еще будет делать, чем еще будет заниматься вся вот эта вот банда, сколько их там, последний слет был, по-моему, около пяти тысяч человек, вот, я не знаю, правда, ну, то есть, распределять частоты пять тысяч человек будут в круглосуточном режиме? Наверное, нет, я думаю, что просто организация просто сама по себе, она старая, она уважаемая, никто не спорит с этим, да, они выполнили свою роль, но они должны уйти просто, потому что они не нужны. Мне кажется, ты пропустил презентацию, Руслан, потому что пришел по коже. Да, я пропустил, да, я пропустил, тут я прав, ну, тут ты права, да. Поэтому ты не прав. А поэтому я не прав. МСА есть чем заняться, предлагаете пересмотреть потом начало. Так, еще был у Медриша комментарий, мы тогда будем завершать. Я, собственно, хотел тоже еще раз сказать, что МСА это достаточно архаичная организация. Она возникла и продвигала сегодня уже архаичные услуги. Вот телефон, телеграф, то, что уже вот только что сказал коллега, и продолжает оставаться вот в определенном смысле таковой по организации своей деятельности, по вот этому вот самому распределению государства по этой схеме. И это, конечно, архаика. Значит, я хотел еще напомнить, что вот в Европе принят недавно относительно новый, как-то все время путаюсь с этими документами европейскими, регламент, что ли, там под связью имеются в виду старые добрые значит, вот эти традиционные штуки, а, например, мобильная связь связи уже не называется, это цифровые услуги. И это очень правильно, потому что это не телефония, это уже совсем другая ипостась, главное там IP, а все остальные сервисы поверх. Это, кстати, в том же самом Y1209, по-моему, рекомендация ITU, вот это вот NGN, да, модель, понизу транспортный уровень, а на следующем выше сервисный уровень. современная связь, она собственно это цифровые услуги. И если от этого отталкиваться, то можно что-нибудь путное сделать. Но надо отчетливо понимать, что вот эти старые архаичные услуги, они не то, что умирают, они в свою нишу уходят. В конце концов, конечно же, отойдут совсем. Спасибо. Друзья, я тогда вас благодарю всех за участие в дискуссии. Надеюсь, что те, кто не знал, как все это работает, как придумываются, разрабатываются, принимаются стандарты, теперь имеют хотя бы какое-то представление об этом, что есть различные формы, как это происходит. Ну и заодно обсудили важные какие-то моменты, как принимаются решения, где консенсус, где грубый консенсус работающий код. И надеюсь, что эфир был полезен тем, кто еще не в теме, но и тем, кто сегодня часто в дискуссии тоже было о чем обсудить, какие-то интересные моменты. субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok